Друзья, здравствуйте! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о работе тех людей, которые только оказались на территории Майами, на территории Соединенных Штатов. Как вы сможете реализоваться, как вы сможете заработать свои первые деньги, что сделать здесь не всегда так просто, как кажется со стороны. И сегодня со мной вместе будет вот этот соведущий. Оператор сейчас покажет его вам, а мы переходим к выпуску. Друзья, ну что же, если я вам сказал, что мы будем соведущим, так мы присутствуем с ним. О чем я хотел поговорить? Приезжая на территорию Соединенных Штатов, вы оказываетесь в той ситуации, когда вам нужно зарабатывать деньги. Кто-то оказался здесь, пересекая границу с Мексикой, кто-то сделал визы, кто-то эмигрировал изначально с территории государств бывшего соцлагеря, с территории России. Вы знаете, какая сейчас ситуация в мире. Я не буду обсуждать эти моменты, а затрону именно работу на территории Соединенных Штатов и на территории Майами на сегодняшний день. Я кратко касался уже этого вопроса в своих выпусках. Мой соведущий уходит. Дружок, ты что, меня покидаешь? Оператор, а где же у нас соведущий? Ну да ладно, не будем отвлекаться на эту птичку. Продолжим наш с вами разговор. Работу вы сможете найти в тех сферах, где вы сможете зарабатывать кэшем. Точнее, вы будете получать за свой заработок, за свою работу деньги наличными. Потому что, находясь на территории Соединенных Штатов на первых порах, первый месяц, два, три, возможно, даже первый год и два. В зависимости от того, какой статус у вас, сколько вы здесь находитесь, как давно вы подали документы на присвоение вам того или иного статуса. Есть ли у вас ССН, есть ли у вас разрешение на работу. От этого очень многое зависит. Поэтому, приехав сюда, на территорию Соединенных Штатов, вы будете искать работу за кэш. Работа за кэш – это мувинг. Работа за кэш – это, если мы говорим о девушках, что-то из сферы красоты, что-то связанное с детьми. Когда вы сможете присмотреть за какими-то детишками, за пожилыми людьми. Когда вы пойдете на клининг – это уборка. В отношении мужчин, как я начал говорить пару минут назад, это, конечно же, мувинг. Также вы сможете устроиться еще в какие-то сферы, в которые вас смогут взять за кэш. Есть некоторые сферы, унифицированные, где вы сможете работать на удаленке. К примеру, сфера IT, сфера программирования. Но мы ее сегодня не будем затрагивать. Все вы и так знаете, что программисты неплохо зарабатывают и зарабатывать могут дистанционно. Давайте сейчас пройдемся по работам для мужчин. Где же мужчины смогут найти работу в первое время присутствия в Соединенных Штатах? Сейчас мы немножко покормим моего соведущего. Конечно, его кормят, а тебя нет. Это Торково. Это Торково. О, мой Бог. В первое время в Соединенных Штатах мужчины будут устраиваться, как я сказал ранее, на мувинг. Вы сможете найти работу также где-то на стройке. Это тяжелые работы, которые требуют от вас недюжинной силы. И будьте готовы к тому, что вы будете затрачивать всю свою силу на эту работу. Вы будете просыпаться рано, вы будете приходить поздно. Мой соведущий все-таки решил нас покинуть. Так вот, вы будете просыпаться рано и приходить очень поздно. Также на сегодняшний день, если мы говорим о городе Майами, а как вы знаете, я живу непосредственно в этом городе, здесь есть такие вакансии, как упаковщики, упаковщики товаров, которые распродаются на ebay и amazon. Эта работа заключается в себе в том, что вы работаете на том или ином складе, упаковываете товар и отправляете его покупателям. Этим занимаются те компании, которые торгуют на данных маркетплейсах, на данных площадках. За эту работу вы сможете получать абсолютно по-разному, потому что люди, которые вас нанимают, это разные компании, это маленькие компании, это большие компании. Но на сегодняшний день все-таки в этой области есть работа за кэш, и вы сможете получать 10, 15, ну возможно 20 долларов в час на такой работе. На мувинге также вы сможете получать до 20 долларов в час. Я сомневаюсь очень, хотя мне многие говорили, что есть возможность получать больше на мувинге, я сомневаюсь, что вы сможете получать больше 20 долларов в час. Также я встречал среди мужчин тех, кто практикует область фитнеса, область тренировок, область фотографии. Мы сейчас затронем каждый из этих моментов и подумаем, насколько целесообразно, стоит, не стоит. Если мы говорим о фитнесе, это сфера, которая лицензируется. Вам нужно обязательно иметь лицензию, если вы хотите стать тем или иным тренером среди детей, среди взрослых. Многие работают, многие приезжают, тренируют в тех или иных областях. Очень много спортсменов с бывших стран СНГ, с территории России, мастеров спорта, чемпионов мира в разных областях, как в единоборствах, так и в плавании, в теннисе, в беге, в легкой атлетике. И все эти люди приезжают, потому что зарабатывать нужно, нужно кушать, они тренируют. Но есть нюансы. Если вас ловят на этом проверяющие службы, это очень большая проблема, которая неизвестна, как для вас закончится. Я уже молчу о том, что сферы тренерской деятельности, связанные с детьми, могут быть очень травмоопасными. Если ребенок получает травму, это очень огромная проблема, которая может отразиться на вас как финансово, так и административно-уголовно, в зависимости от того, что произошло с ребенком, при каких обстоятельствах он получил ту или иную травму, как поведут себя его родители. Поэтому данные сферы я бы, конечно, не рекомендовал, потому что я сам длительное время занимался тренерской деятельностью, длительное время занимался спортом, но приехав на территорию Соединенных Штатов, приехав на территорию Майами, я на какой-то промежуток времени отошел от спорта. Да, я бегаю, да, я хожу в спортзал, но тренерской деятельностью, преподавательской деятельностью в этой области я не занимаюсь, потому что я считаю, что риски неоправданно высоки, и они не стоят того, что вы сможете зарабатывать. Здесь будет тот же самый заработок, в зависимости от того, берете вы индивидуальную или групповую тренировку, от 15-20 до 30 долларов в час, в зависимости на какой базе вы тренируете. Кто-то выходит в парки тренировать, кто-то тренируется дома у людей, при разных обстоятельствах, здесь насколько вам хватит фантазии. Помимо этого, есть разные работы водителями, частными водителями, водителями-перегонщиками, водителями в автопарках, арендованных автомобилей, автомобилей, которые продаются на аукционах. Эти автомобили нужно постоянно перемещать, так же, как я на сегодняшний день занимаюсь тракинговым бизнесом. Я вожу на пикап-траке машины с аукционов, я перевожу их от частных лиц к официалам, от официалов к частным, при разных обстоятельствах. Также и люди, которые на местах, уже непосредственно в те локации, в которые приезжают транспортные средства, перемещают их, готовят их, делают детейлинг, гоняют их на мойки. Это тот персонал, который обязательно нужен и в дилерском центре, и в шапе. В шапе, в принципе, сами сотрудники всем занимаются, в компаниях по аренде автотранспортных средств. Во всех этих компаниях есть очень много нюансов, и в них присутствует очень много русскоговорящей публики в качестве собственников, в качестве владельцев бизнеса. Я извиняюсь, очень жарко. Сегодня на улице порядка 39 градусов. Даже мой соведущий решил, что ему лучше поплавать в прохладной водичке. Но мы с вами должны закончить этот выпуск. Так вот, занимаясь подобной работой, вы также сможете получать работу за кэш, потому что собственники бизнеса русскоговорящие пытаются всегда сэкономить. Не будем краить, не будем что-то утаивать. Все те работы, которые вы найдете за наличными, за наличные, это те работы, на которые не хотят нанимать коренных граждан Соединенных Штатов. Потому что им бы пришлось выплачивать на 20, 30, 50, а иногда и 100% больше в денежном эквиваленте. Вот такая вот манта приплыла к нам, пока мы с вами разговариваем. Я извиняюсь, конечно, это не манта, это у нас ламантин. Друзья, сейчас мы немножечко поменяли локацию. Здесь вроде бы немножко дует ветерок, хотя бы я могу разговаривать. Мы остановились с вами, когда это огромное млекопитающее проплывало мимо нас, на том, что работу на территории Соединенных Штатов также можно найти в автомобильном бизнесе, в перегонке. Перегонка это может быть как в арендованных компаниях, так и в разных других. Этот момент мы рассмотрели. Мы рассмотрели момент тренерской деятельности. Но мы не рассматривали еще единоборства. Многие приезжают сюда, приходят в спортзалы. Я приходил в зал на пятой улице, зал, где тренировался Мухаммед Алид. В этих залах также можно себя показать и с вами сделают контракт, с вами заключат договор и сделают для вас рабочую визу. Поэтому вы сможете, если у вас есть навыки, если есть уровень определенного класса, выступать как по боксу, так и по боям без правил. Но это будет пригодно для очень маленького контингента людей. Помимо всего прочего, вы также сможете подрабатывать в доставке, в доставке грузов, вы сможете подрабатывать в доставке еды. Но все это будут не совсем официальные работы. Чаще всего вы будете работать с русскоговорящей публикой. Как я говорил ранее, это те люди, которые попытаются сэкономить на своем бизнесе, на тех людях, которых они будут нанимать к себе на работу. Для того, чтобы не платить им полную стоимость, для того, чтобы сократить свои расходы на своих работниках. Все эти вакансии вы сможете найти в разных группах Телеграм, в разных группах в соцсетях. Это те сообщества, в которых русскоговорящие, которые только-только приезжают на территорию Соединенных Штатов и ищут себя. Если говорить по-честному, то рассчитывать на зарплату более 5000 в первые 3, 4, 5, возможно 6 месяцев, может быть даже и год, вам не приходится. Главное, вам нужно выйти на окупаемость. Что такое окупаемость? Главное, чтобы ваши заработки не были ниже ваших расходов, чтобы все ваши расходы перекрывались вашей заработной платой. То есть, соответственно, если вы приезжаете сюда парой, то вы можете зарабатывать, если вы мужчина и девушка, девушка может зарабатывать 2000 долларов в месяц, мужчина может зарабатывать 3000, 5000 долларов в месяц, аренда жилья у вас будет составлять 1500-2000, 1000 страховки, 1000 автотранспортные средства и остальное на еду и дополнительные нужды. Все эти деньги у вас будут разбегаться, но вы не будете находиться в минусе. Вам не нужно будет искать постоянно деньги, вам не нужно будет тратить то, что вы привезли с собой, и вы сможете плавно-плавно подниматься. State by step, ступенька за ступенькой, идти вверх. Потому что каждый, кто приезжает на территорию Соединенных Штатов, кем бы он ни был на территории России, он опускается на шаг 2, а возможно и 10 вниз и начинает все с нового листа. Если вы на территории Российской Федерации или любого другого государства занимались бизнесом, вели какие-то дела и думаете, что вы здесь первых минут начнете все то же самое, нет. Нет и нет. Если вы приехали и у вас хватает денежных средств для того, чтобы не работать, не заниматься теми вещами, то скорее всего это видео вам не будет настолько интересно. Потому что тем людям, у которых хватает денежных средств, они приезжают, они первый год отсиживаются, делают свои документы, возможно первые пару лет, и потом плавненько вливаются в экономическую структуру, в социум Соединенных Штатов, изучая язык, без которого здесь конечно же вам не обойтись. И занимаются тем бизнесом, которым хотят. Но опять же в любом случае, конечно же теряют. То есть если они были в среднем звене бизнесменов на территории Российской Федерации, то приезжая сюда, все это будет мелкий бизнес. У нас какие-то арендованные апартаменты, покупка квартир, покупка машин, сдача этого всего в аренду, организация малых бизнесов, открытие корпорации, открытие юридических лиц. Для того, чтобы заниматься крупным бизнесом на территории Соединенных Штатов, нужны совершенно другие ресурсы. Я думаю в дальнейшем мы с вами об этом поговорим, но для этого мне нужно будет иметь примеры, познакомиться с теми или иными людьми и увидеть их жизненный опыт на территории Соединенных Штатов. Сейчас я говорю с вами о том, что видел лично я, о том, что я слышал от людей, с которыми я общался. У меня разносторонний круг общения здесь на территории Майами. Я общался на территории других штатов, штата Нью-Йорк, штата Вашингтон, штата Техас, с людьми, которые присутствуют здесь год, два, три, десять. Кто-то приезжал в 70-х, 80-х. И это та часть жизненного опыта, который мне удалось узнать у них. Приезжая сюда, вы опять же должны влиться в русскоговорящее сообщество. И контактируя с ними, вы найдете ту или иную работу. Желательно, как я говорил в своем выпуске, пару-тройку недель назад, чтобы вы все это подготовили заранее, до того, как вы прибудете на территорию Соединенных Штатов. Если вы найдете работу, на которой тем же самым механиком вы сможете работать на территории США в каком-то русскоговорящем сервисе, вы сможете зарабатывать денежные средства, которых вам будет хватать на первое время. Особенно, если вы приехали один. Потому что вам здесь придется сразу перекрывать все свои нужды. Друзья, я надеюсь, выпуск вам понравился. Я желаю всем как можно больше здоровья, путешествий и до новых встреч!